ТОП-10 самых посещаемых достопримечательностей в мире. Не забывайте учитывать их популярность, чтобы не высматривать Мона Лизу из-за спин сотен китайцев и не стоять в очереди к фонтану Треви. Десятое место. Музей Лувр, Париж, Франция. Около 10 миллионов человек в год. Главный музей Франции. А многие считают, что и мира. Эрмитаж в обидке. Бывшая крепость и королевский дворец. Кстати, первый общественный, а не частный музей в мире. Его площадь 16 гектаров. Третий в мире по площади. В экспозициях 35 тысяч экспонатов. А в хранилищах и все 300 тысяч артефактов и предметов искусства. Кстати, если во Францию в ближайшее время не планируете, учтите, что у Лувра один из самых толковых и полноценных сайтов. Можно прогуляться по разным зданиям и галерее с лупой, посмотреть многие произведения искусства, познакомиться с экспонатами через мультимедийные карточки. Пока что полноценно работает на трех языках. Английский, французский, китайский. Но и остальные обещают доделать. Русский в том числе. А вы знаете, что точное происхождение слова Лувр до сих пор загадка? Но если вы до сих пор не знаете ни английского, ни французского, ни китайского, переходите по ссылочке в описании к данному видео. Там вы сможете подобрать для себя курс непосредственно за границей. Девятое место. Мост «Золотые ворота», Сан-Франциско, США. Два года назад я, кстати, посетил этот мост. Выпуска Сан-Франциско вы можете посмотреть в описании к данному ролику. Мост – визитная карточка города, ярко вспыхивающая алым цветом на рассветах и закатах. Хотя, если так подумать, то и в тумане мост не менее красив. Даже туристы, которым не особо интересен остальной Сан-Франциско – глупцы. В турах по США обязательно заезжают сфотографироваться на знаменитой панораме. Длина моста – почти 3 километра, но известен он, увы, не этим. Это одно из самых популярных в мире мест для сведения счетов в жизни. Власти города и США активно борются с этой славой. Закрывают на ночь, устанавливают сетки от самоубийц. Но те все равно предпочитают уходить красиво. У моста есть двойник. Мост имени 25 апреля. Лиссабон, Португалия. Его часто путают с «Золотыми воротами». Нам в Португалию добраться попроще, чем в Штаты. Так что пользуйтесь их сходством и делайте фото. Восьмое место. Базилика Святой Девы Гладелупской, Мехико, Мексика. Ее посещают до 12 миллионов человек ежегодно. Неожиданно, согласитесь? Но здесь не так много туристов, сколько посетителей из числа мексиканцев и других городов Южной Америки. Все дело в том, что Святая Мария Гладелупская – самая почитаемая у них практически сакральная мать. Ее нерукотворный образ – главная святыня католического нового света, которая и хранится в этой базилике. Для католиков Южной Америки посетить базилику – что-то вроде обязательного мусульманского хаджа. Особенно не протолкнуться 12 декабря, в день почитания и поминовения Марии Гладелупской. Бывает до 6 миллионов человек. Седьмое место. Дисней парк в Токио, Япония. Его посещают 14 миллионов человек ежегодно. Японский вариант Диснейленда открылся только в 2001 году, но популярность набрал моментально и у соотечественников, и у туристов. И года не прошло, как в его ворота прошел 10-миллионный посетитель. Это рекорд среди аналогичных тематических парков мира. Может быть, тому виной морская тематика парка. Официально он называется Токио Дисней Си. 465 тысяч квадратных метров. 47 аттракционов. В том числе и по современным фильмам типа «Пиратов Карибского моря», «Холодного сердца» и «Последних звездных войн». Понравится тут не только детям. Дисней Си – единственный диснеевский парк мира, где можно купить алкоголь. За ВДВ. Японский, конечно же. Шестое место. Запретный город и музейный комплекс Гугун. Пекин. Китай. Больше 17 миллионов ежегодно. Китай чуточку читерит. Ведь в Запретный город проходят не только иностранцы, но и сами китайцы. И местные. Пекинцы. Приходят они почтить вниманием реликвии прошлого. И иногородние. Раз уж приехали в столицу, нужно выполнять культурную программу. В общем, что-то вроде нашей Красной площади. Центр Запретного города – Китайский императорский дворец. В котором больше 500 лет жили императорские династии. А общее число строений комплекса – более 980. Именно эти факты делают Запретный город формально самым посещаемым музеем мира. Теперь и Эрмитаж, и Лувр в обиде вместе. Формально для посещения открыто 80% территории. Зато выставляется только 2% реликвий. Считается, что в хранилищах Гугуна почти 2 миллиона экспонатов. Древности и ценности. Пятое место – Дисней парк в Орландо, штат Флорида, США. Почти 21 миллион человек ежегодно. Будучи во Флориде, я, кстати, туда не добрался. Но зато там же, во Флориде, мне удалось посетить парк аттракционов с самыми высокими американскими горками в мире, которые пролетают над сафари-парком с носорогами, жирафами и крокодилами. Если вам интересно путешествия по Америке, ссылочку на этот ролик поставлю в описании. Это самый популярный тематический парк мира, причем уже 10 лет подряд. В США – 15 лет подряд. Дисней Уорлд. Мэджик Уорлд. Кстати, один из четырех парков в Орландо. Это целый конгломерат сказочных развлечений. Общая площадь – более 100 квадратных километров. На территории 24 отеля. Два аквапарка. Сотни аттракционов и магазинов. Дисней Уорлд. Мэджик Уорлд. Почти в два раза больше Манхэттена. А это что-нибудь да значит. Говорят, что именно этот парк превратил Орландо в развитый крупный город. Мол, раньше было поселение без роду, без племени. Совершенно захолустное и неинтересное. Почетное четвертое место. Вокзал Гранд Централ, Нью-Йорк, США. 22 миллиона. Ежегодно. И снова Чит, но уже американский. Все же это вокзал. Конечно, здесь много путешественников. Это не просто вокзал. Это крупнейший вокзал в мире. 44 платформы. 67 путей. Старейший вокзал в Нью-Йорке. Однако статус до сопримечательности все равно неоспорим. Здание столь красиво, что засветилось в десятки фильмов и сериалов. А каждый день сюда приходят несколько десятков тысяч человек. Причем только каждый третий настоящий пассажир. Третье место. Тайм-Сквер. Нью-Йорк, США. До 50 миллионов человек. Ежегодно. Хотя остается загадкой, как умудрились подсчитать количество туристов на площади. По камерам. По отметкам в инстаграме. Если Нью-Йорк называют центром мира, то Тайм-Сквер – это перекресток мира. Центр коммерческого мидтауна. Средоточие огней, билбордов, экранов и рекламы со всех концов. Местные, кстати, ее не очень любят и стараются обходить стороной, чтобы не толкаться среди зевак-любителей селфи. Второе место. Великая Китайская Стена. Китай. До 62 миллионов человек каждый год. Праведливости ради, заметим, так как стена простирается аж на 9000 километров, то и туристов, соответственно, цепляет по всей своей протяженности. Отсюда и такое дикое количество посещающих. Есть отдельный, тщательно отреставрированный кусочек, куда и свозят все экскурсионные автобусы. Потому что оставшиеся части, мягко говоря, не вызывают ажиотажа. Стена ежегодно входит в топ самых разочаровывающих достопримечательностей. Сыпется, обваливается, завалена мусором, сфотографироваться в одиночестве невозможно. Из космоса она, кстати, не видна. Не верьте. Астронавты утверждают, что человеческим глазом через иллюминатор ее не заметить. Только если фотографировать со спутника, оптика справится. Ну и, наконец, первое место. Большой базар. Стамбул. Турция. До 91 миллиона человек ежегодно. Столь гигантское количество народу. Это не только туристы, конечно. Большой базар в Стамбуле до сих пор активно работает как главная торговая площадка города и региона. Так что в него постоянно ходят и местные жители. Хотя выбирают, конечно, не туристические лавочки с дикой накруткой на дикое барахло. Основан он был примерно в 15 веке. Одним из первых торговых пассажей мира. Сегодня он занимает целый городской район. Еще бы. 66 улиц и более 4000 магазинов. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить ему лайк. И, конечно, подписывайтесь, если еще не сделали этого.